Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Молодежный Союз НУР в странице Facebook. Рад вас приветствовать в очередной раз и сегодня хотел бы с вами поговорить о теме, чем опасны сектантские культы для Армении. Эта тема почему назрела? Потому что я в свое время лично на своей странице публиковал там, так скажем, озорные публикации. Возьми литературу сектанта, порви выброси перед ним. Конечно, на это было много разных откликов, кто-то поддержал. Были критики внутри, так скажем, церкви и были критики со стороны, а в частности от свидетелей Иеговы мне писали. Они не представлялись конкретно, кем они являются, какую секту они представляют, так скажем, религиозную организацию, как сейчас принято называть. Но тем не менее угрожали мне судами, угрожали мне как бы тем, что я понесу наказание и перед Богом, и перед прочим. Но я не боялся и говорил, как бы, пожалуйста, ваше право подать на меня в суд, ваше право обратиться в соответствующие инстанции, хоть в Армении и в России, и разбираться со мной. Самое главное в этом деле, когда мы на сектантов обращаемся не просто критикой, а пытаемся зрить в корень. Не только я, но и мои товарищи, которые имеют теологическое образование, которые имеют юридическое образование. Рассуждаем с разных сторон, смотрим и приходим к такому выводу, что на самом деле их деятельность подрывная. В России вовремя сподхватились, запретили свидетелей иеговы. Конечно, свидетели сейчас очень сильно, не побоюсь этого слова сказать, вопят, потому что их типа арестовывают, устраивают с ними официальные допросы, обыски их помещений и говорят, что все это делается незаконно. Может быть, где-то и правоохранительные органы поступают жестко, но тем не менее подрывная деятельность организаций намного опаснее представляется, чем они представляют себя такими мучениками за веру. Потому что, если зрить в корень, в чем опасность именно заключается сектантских культов, именно неопротестантского характера? Они стирают национальные границы, они стирают религиозные границы. Их задача, чтобы все это демонтировать и сделать как бы мир для плацдарма, для воплощения своих идей. И понятно, что в организации пасторы, проповедники, так скажем, в кавычках их нестарейшины, епископы радуются, что он дается вот так, вот идет эта общая глобализация. На самом же деле для традиционных христиан никогда глобализация, урбанизация не являлась вот таким действием, которое могло бы радовать. Да, сейчас очень хорошо в мире можно летать, получив где-то визу, а есть уже и страны без визового режима, спокойно, без особых трудов получать гражданство зарубежных государств и проживать там. Но такое, так скажем, многообразие ни к чему хорошему не ведет, когда стерты все границы, а в частности религиозные, и приходят проповедовать в христианскую страну с устоявшимися религиозными традициями, обычаями, где уже была проповедь Христова через армянскую апостольскую церковь, через святых апостолов, Григория Просветителя, ныне пытаются прийти и проповедовать, как бы заново христианство, открыть заново Христа и научить нас даже некоторые секты, такие как свидетели Иеговы, которые говорят нам, что Христос был вовсе распят не на кресте, а на столбе. Они ссылаются на Священное Писание, но сами забывают о том, что ясно, черно по белому в Евангелии указано в скорбных главах Евангелия о том, что Христос был распят на кресте, что Ему пробили и руки гвоздями, что Ему пробили и ноги гвоздями, и прободрили рукопьем, и справа и по левую сторону тоже на крестах висели разбойники. Но нам сейчас пытаются как бы научно, исторически доказать, что нет, Христос якобы был распят на столбе. Но это идеологические, религиозные споры. Это отложим в одну сторону. С другой стороны, мы с вами должны посмотреть и опасаться, в чем же заключается опасность религиозных культов, которые проповедуют в Армении. Первое. Стереть все национальные ограничения, разграничения, чтобы неважно, какая национальность проживал, потому что в случае войны с соседями данные религиозные организации не возьмут в руки и не будут защищать свое отечество. Неважно, будь это Россия или Армения. Я сейчас не буду называть противоборствующую сторону, поскольку и проживаю в России, и понять меня могут неправильно, но в случае войны с соседями свидетели Иеговы не пойдут в ряды армии. Свидетели Иеговы не несут воинской обязанности. Дальше. Они настроены против традиционной церкви, потому что символ креста у них вызывает в определенной степени раздражение. Если вы их когда-либо пригласите помолиться в свои храмы, принять участие в литургии, ни один свидетель Иегова не пойдет, потому что для них это запрещено. Они не примут ни участия, не помолятся с вами вместе по тем молитвам, и тем более они никогда в жизни не подойдут к иконе, потому что для них это все является язычеством. Но это их размышления, можно там долго разговаривать о наших отличиях и прочее. Самое главное, что хочется донести до вас в очередной раз, братья и сестры, что свидетели Иеговы, это проект по внедрению глобализации, который, конечно, подхватили транснациональные корпорации и такие организации, как Европейский суд по правам человека, всякие другие фонды имени Джорджа Сороса, Конрада Аденаура и прочие другие организации, имеющие как бы правозащитный характер, относящиеся к транснациональным корпорациям, они защищают интересы таких деструктивных организаций. Сдают мне иногда вопросы, что типа, а в чем заключается-то деструктивность этих организаций? Они вроде бы Слово Божье проповедуют, Библию изучают, но что в этом такого плохого? На самом деле мы с вами должны смотреть не то, что они проповедуют и не то, что говорят, а к чему вся их деятельность ведет. Их деятельность ведет, что в их организации, когда вы попадаете, поддаетесь влиянию, вас обучают, что национальность не имеет никакого значения. Это раз. Вас просят отбросить все национальные традиции, все национальные устойки, на которых, кстати, держались ваши предки. Дальше. Вас начинают убеждать в том, что традиционная церковь уже давно не та, и она является врагом христианства, и что как бы все беды для христианства от традиционной церкви, и только их имени, организация позволяет вернуться к этому, к традиционным устоям, которые исповедовали апостолы. Потому что старая церковь, она изменилась своим принципам, устоям. Это, конечно же, неправда. В церкви были отдельные личности, которые отклонялись от христианских устоев, но сама церковь никогда устоям христианства, канонам и догматам, основополагающим, никогда не изменяла. Вам внушат, что семья не самое главное в этой жизни, и нужно пожертвовать своими интересами во имя Царства Небесного, а в частности Царства и Иеговы, которым они его объявляют, чтобы достичь желаемой цели. И, конечно, вам представят все уровни, к которым внутри организации нужно стремиться, чтобы якобы, в кавычках, быть поближе к Богу. И, к сожалению, люди на это покупаются. Часто каких людей они вербуют? Одиноких, разведенных, у которых в жизни что-то не удалось. Мы их ни в коем случае не вставим в категорию ущербных людей. Это наши братья, сестры, которым нужна поддержка, утешение, но секты этим воспользуются. И те люди, которые, так скажем, были вовремя в обществе, не поняты, не нашли себе реализации, были какие-то серьезные переломы, проблемы, возможно, нужда в материальной помощи, эти организации оказываются чаще всего рядом и потом убеждают. Ну, где была твоя церковь, где были твои братья, где были твои там братья по крови, по вере. В этот момент поддержали мы тебя, потому что мы истинные служители Бога. Но каждый человек просто, если бы читал внимательно Библию, он бы понимал, что скорби на нашу голову, на нашу судьбу часто выпадают не случайно, иногда по попущению, по промыслу Божию, чтобы мы чему-то научились. Но сектантские организации деструктивны, они делают в определенном роде из этого выгоду и делают упор, давят на человека. И без того ослабленный человек как бы подается этому и становится ихней добычей, становится одним из них. И вот с таким измененным сознанием вербуют молодежь, вербуют одиноких стариков, матерей-одиночек, и эти люди становятся ихней пехотой. Пехотой в распространении литературы, в строительстве ихних молитвенных комнат или аренды ихних молитвенных комнат. И тем самым как бы продвигают чуждые идеи. Казалось бы, опасности и никакой. Потому что, ну что там, собираются, молятся, поют, рассказывают, говорят о Боге. Правильно, неправильно, это другой вопрос. Но на самом деле опасность заключается в следующем, что потихоньку готовят людей. Если завтра от соответствующих спецслужб некоторых держав поступит распоряжение в штаб-квартиры свидетелей Иегова о том, что нужно сделать переворот, необходимо там как бы делать более реальное наступление, поверьте, и свидетели Иегова, и секта слова жизни на эти действия пойдет. Конечно, секта слова жизни сегодня и в России, и в Армении имеют более официальный характер, и как бы официальные здания, они уже не раздают литературу и не продают так агрессивно газеты, как раньше продавали, якобы помогите нашей церкви, не указывая, какой церкви именно нужно помочь. Потому что простой обыватель, который в пять лет крестился, слыша слово церковь, достанет 50 рублей или 100 рублей из кармана и поможет. Но на самом деле опасность стоится в том, что они готовят свою пехоту, своих кадров для того, чтобы воплощать идею в жизнь транснациональных корпораций. Часто некоторые улыбаются, когда слышат слово «ну что ты, опять взялся за заговор». В жизни не все только по заговору происходит, естественные процессы, церковь слабо там проповедует, поэтому и такие организации появляются. Это в свою очередь правда, да, церковь должна более активно проповедовать, готовить катехизаторов, готовить специалистов по противодействию сектам, псевдорелигиозным культам, и соответственно, чтобы люди просвещались и слышали истинное слово Божие, слышали святоотеческое учение. Это тоже такое, как скажем, не упущение церкви. Церковь в этом отношении работает, но нужно работать, как сегодня любят говорить это выражение, семимильными шагами. Поэтому нужно главное до нашего дорога донести, что здесь опасность сектантских культов кроется именно в том, что они в любой момент, когда им будет приказано, их сначала готовят, обезличивают, убирают все национальное из них, убирают все из них, так скажем, такое традиционное, и в тот момент, когда нужно будет совершить переворот или привнести в жизнь какие-то решительные идеи, они будут к этому готовы. И они решительно в это верят. И, в принципе, технологии везде работают одинаково. Например, где-то нужен, так скажем, из религиозных культов, типа, если сравнивать с мирскими учреждениями, с полицией, нужен такой ОМОН, десант, который будет действовать немедленно и быстро. Это всякого рода террористические организации, ИГИЛ и прочие запрещенные. Туда тоже под видом религиозных идей радикальных людей готовят, и они могут совершать различные действия насильственного характера для переворотов, погромов, для того, чтобы достигнуть цели. Но если смотрим, опять же, за этими организациями, стоят транснациональные корпорации, они не имеют какой-то автономии. Понятно, что не всегда транснациональные корпорации как бы готовят, вот так выращивают искусственно какие-то религиозные культы, но они наблюдают и, в принципе, потом заключают определенного рода соглашения. Для них распространение их религиозного культа, а в своем роде, если нужно, чтобы этот религиозный культ где-то совершил революцию, вышел на улицы, помог что-то совершить, противодействовал традиционным религиозным учреждениям, в частности, христианству, они готовы в этом отношении действовать и вытеснять. Потому что в Ближнем Востоке мы с вами тоже видим и смотрим, первым пострадали традиционные христианские церкви. Не важно, там, восточно-католические, армянская апостольская церковь, сирийская православная церковь и другие, там, христианские деноминации, коптская православная церковь, первые взрывались и сносились их здания. Это такой, так скажем, хардкор-версия со стороны вот мировой закулисы. А если брать про более такой легкий вариант, где постепенно готовы это делать, без каких-либо потрясений, для этого существуют такие организации, как «Свидетели Иеговы», «Секта Слова Жизни», которые постепенно переформатируют сознание граждан. И как обидно нам бывает, часто, когда от нашей организации мы помогаем армянским семьям, не сказать, что мы это делаем в архимассовом порядке, но когда нам это удается изыскивать средства, оказывать помощь, к сожалению, каждая пятая семья, которой мы помогаем, уже имеет какие-то протестантские, неопротестантские корни, извините, потому что все-таки традиционный протестантизм мне сюда относить не хотелось бы, там, лютеранство, евангелисты, понятно, давно возникшие там еретические учреждения, а вот организации «Секта Слова Жизни», организации «Секта Слова Жизни», организации «Мормоны», организации «Религиозная Саентология», они, конечно, такие организации, которые направлены на изменение сознания. И если нынешнее положение... Извините, звонили. Если нынешнее положение дел в Армении не изменится, то мы должны с вами понимать, и в России тоже через 20 лет мы будем жить в совершенно иных странах, и в частности в Армении, потому что если Россия, она большая, по сравнению с Арменией, может позволить себе быть такой многорелигиозной страной, с таким религиозным полюрализмом, то мы должны с вами не узнать, что это не может быть так. Извините за постоянное прерывание, потому что, ну, пока звонят, отвечу через 10 минут. Хочу завершить все-таки прямой эфир и ввести свою мысль до конца. Потому что если в течение 20 лет эта ситуация останется такой же, какой есть, мы с вами не узнаем нашу историческую родину. Мы уже отчасти не узнаем Россию, потому что многие организации, которые имеют сектантский характер, допущенные до официального уровня, входят в государственные органы, разные межрелигиозные советы, то же самое и ожидают Армению. И нам придется жить бок о бок с гражданами, которые будут иметь измененное сознание. И не всегда уже через 20 лет, допустим, если все останется в таком же ключе, мы уже не сможем с вами сказать, что, слушай, брат, нужно брать оружие и защищать свою родину от интервенции, от вторжения. Он скажет, извини, там для тебя может быть вторжение, а для меня там как бы распространение царства и еговы, и я в жизни не пойду воевать с противоположной стороной, потому что там мои братья, по вере, возможно, будут. Они, в принципе, уже это так отвечают, и мы когда-то недосчитаемся, потом с нашей страной что захотят, то и смогут, в принципе, сделать. Сегодня, конечно, на законодательном уровне многие организации являются неприкасаемы, но пока еще можно оказывать сопротивление. В каком плане можно оказывать сопротивление? В том, что нужно, во-первых, обращаться в органы государственной власти, в органы законодательных собраний, объяснять, что для нас это неприемлемо, чтобы религиозные культы, такие как и еговы, мормоны, свободно ходили по улицам и проповедовали. Просто выразить, собрать подписи и сказать, что нам, как нации, это неприемлемо. Нам не нужна вторая проповедь о пришествии Христовым, потому что все, что есть, наши отцы изложили очень давно, и современные проповедники нашей церкви тоже об этом постоянно в проповедях, на литургии напоминают. Поэтому, пожалуйста, не нужно нам заново открывать Америку. Все давно написано, все давно существует, и поэтому мы не хотим вот это все слушать. Просим убрать лжепроповедников, просим убрать септ из наших улиц, для того, чтобы наша церковь могла до нас доносить святоотеческое учение, которое она делала на протяжении двух тысяч лет. Это очень важно. Это зависит от каждого из нас. Поэтому нужно также, как бы, по возможности сделать так, чтобы они не проповедовали на улицах. Лично, например, мне неприемлемо взять, допустим, и порвать литературу. Я, если буду в Армении, что я сделаю? Я первым очередем, если мне вручают книжку, я разорву и выкину ее. Я не считаю это христианской литературой, псевдохристианской литературой, это яд. И когда мне говорят, ты поступаешь негуманно и где-то радикально и резко, я не радикал, я, возможно, резок, но моя резкость выражается тем, что я ревную и не хочу, чтобы в стране с глубокими христианскими корнями проповедовали люди с сектантской направленностью. Мне говорят, ну, часто твое мнение пусть останется только твоим мнением, даже сектанты мне так говорят, пишут в сообщениях в Фейсбуке. Мое мнение никогда не останется только моим. Я не один в своей, так скажем, духовной борьбе. Со мной множество тысяч сограждан, которые со мной единомысленно и готовы поддержать в любой момент. И поддерживают и словом, и делом, и мы будем добиваться своего, чтобы в Армении как можно было больше сект. Нужно собирать подписи о том, чтобы они не проповедовали. Это наше право решать, кто нам будет проповедовать на улицах. У нас для этого есть храмы, и храмов, слава Богу, в Армении сейчас немало, где люди могут получить ощутимую духовную пользу. От уже проповедников, от сектантских учреждений даст Бог, мы будем избавляться и будем утверждать традиционное христианство. Я еще в прошлый раз говорил о том, что достаточно, что у нас есть религиозные культы, традиционные, которые носят характер. Это Ассирийская церковь, Восток, которую проповедуют среди своих, Грузинская православная церковь, Русская православная церковь, как бы ни хотел армяно-католическая церковь, но исторически так сложилось, они тоже среди своих и не совсем среди своих проповедуют, но там как бы удается определенные точки соприкосновения находить. Там, ладно, есть евангелисты, уж это на крайняк, хотя их можно было не выпускать вполне, но, как уж понятно, мы в Америке, есть в Великобритании, есть там невозможно не пустить протестантов вообще, потому что там есть их посольства и прочие, могут на это ссылаться. Но явно сектантские организации в Армении быть не должны. Я повторю какие-то, это свидетели Иеговы, это мормоны, это секта Слова Жизни, сколько бы они ни указывали, что они протестанты таковыми, они никогда не были и не являются. Эта организация носит пятидесятнический харизматический характер. Что это означает? Люди говорят на иных языках и считают это дарами Духа Святого. Это было приемлемо только при святых апостолах, когда нужно было распространять. И Господь давал не какие-то мертвые языки в качестве дара Духа Святого, а те наличия, которые действовали в мире. И благодаря этому множество учеников христовых апостолы распространили христианскую веру. Потом это, конечно, прекратилось за недадобностью, потому что практически от края земли до края земли было утверждено христианство. Может быть, отдельно какие-то частные случаи в истории есть, что святому давался такой дар для того, чтобы он как-то открыл, проповедовал, но это другой случай. Но никак это не носит массовый характер среди традиционных церквей. Поэтому секта слова жизни является сектой, таковой останется. И к протестантизму классическому никакого отношения не имеет. Это все организации, работающие против единства Армении, против ее целостности, против ее суверенитета и против ее традиционной церкви, которая именуется Армянская апостольская Святая Православная Церковь. Поэтому, дорогие мои, нужно быть осторожными и нужно предпринимать решительные действия. Решительные действия, сбор подписей, что мы не хотим, чтобы в Ереване, в Абовьяне, в крупных городах в Армении, да и в селах в том числе, не проповедовали сектанты, не стояли со своими брошюрами и прочее, потому что у нас нет надобности в этой проповеди. Это в действительности так. Дальше мы как бы против того, чтобы сектантские учреждения в Армении посещали, медицинские учреждения, учреждения пенитициарного толка, это имею в виду тюрьмы и прочее, чтобы там они оказывали какую-то гуманитарную помощь. Да, все это должны мы делать, соотечественники, представители Армянской апостольской церкви. Слава Богу, работа в этом направлении потихонечку ведется, восстанавливается, потому что, сколько бы на это ни ссылались, но это в действительности так, 70 лет без Божия советского атеизма не прошли бесследно. Мы плоды пожинаем до сих пор. А что было? Дав свободу традиционной церкви, в то же время нынешнее законодательство, в постсоветских странах, в том числе и в самой России, дало свободу и многим другим религиозным деструктивным культам. Мне лично писали и мормоны, говорили, что брат-то не прав, как бы мормоны за традиционную церковь. Знаете, я не буду спорить и рассказывать, но благодаря в кавычках мормонам, свидетелям и Иеговы, лично я потерял некоторых своих родственников и не имею общения. Они на меня смотрят, как на сектанта. Я должен на них смотреть. Я, в принципе, смотрю, но с сожалению, потому что моя церковь учит даже заблудших братьев и сестер любить, уважать, как бы молиться о них, не считать их вовсе потерянными. А они, к сожалению, не хотят общаться или общаясь со мной только с одной целью, чтобы обратить в свое вероисповедание. И, конечно же, для меня это неприемлемо. Я не хочу жить в таком мире и соглашаться тем, что с моей родни, с моего окружения будут люди и мормоны, будут люди и свидетели и Иеговы, будут и пятидесятники. Я не хочу. Я хочу жить среди единомысленных братьев и сестер, которые будут мне единокровны и не только, но и которые будут со мной одной верой. Вера воскресшего Господа Иисуса Христа. Вера в Святую Троицу, в Отца Сына и Святого Духа. И ни в коем случае не разделять Троицу, потому что свидетели и Иеговы не верят в Святую Троицу. Да и вера у них в загробную жизнь очень какая-то странная. Можете почитать, потому что про это можно долго здесь рассказывать. Можете почитать, от ничья, от традиционного христианства и свидетелей и Иеговы. Поэтому уже буду завершать свой прямой эфир. Единственное, хочу подытожить. Давайте руки не опускать, понимать, что свидетели и Иеговы, мормоны, саентологи, слово жизни реально представляют угрозу для Армении. Они несут разрушение ее целостности. Если завтра вдруг беда нахлынет новой волной и придется защищать Родину, эти люди не встанут на нашу защиту. Своего рода это будет пятой колонной, которая разрушит нас изнутри. Я надеюсь, что власти Армении это тоже осознают и поймут. Что насколько бы не была бы идеальна нынешняя традиционная церковь, насколько бы мы, служители, не были идеальными, тем не менее, мы все-таки являемся гарантом вместе с нашим народом по сохранению традиционных ценностей, традиционного уклада семьи. Поэтому нужно вместе исправляться, вместе работать над собой, призывать помощь Божию и действовать в этом направлении. Поскольку беда не за горами. Уже сегодня мы живем в сжатом кольце, но и, к сожалению, плохо будет, если некоторые из наших граждан окажутся внутренними врагами из-за каких-то религиозных идей и внедренных культов. Поэтому всем нам помощи Божией, силы и любви. Будем молиться и верить в лучшее, и, конечно же, не ослабевать, предпринимать реальные действия, чтобы противостоять псевдо-религиозным культам. Спасение наше только в Матери Церкви. Другого пути нету. Редактор субтитров А.Семкин